Тремор Одно из самых частых двигательных расстройств в практике невролога и не только невролога. И я думаю, что нет ни одного человека, который ни разу не испытал дрожание. Это физиологическое дрожание, которое может наблюдаться у здоровых людей. Тремор описан в Библии, тремор описан у Гиппократа. Но у нас интересуют с вами патологические типы дрожания. И в день осведомленности о двигательных расстройствах мне хотелось бы упомянуть самые частые виды тремора, которые встречаются в нашей практике. Это тремор покоя при болезни Паркинсона и тремор действия, который характерен для эссенциального тремора. Эссенциальный тремор – одно из самых частых неврологических расстройств, которые может встречаться в практике врача. Впервые эссенциальный тремор был описан в 1874 году. Был доложен пациент на конференции в Италии с тяжелым дрожанием рук, которое возникало только при выполнении каких-либо действий. Возникало при ходьбе и исчезало во сне. Очень много людей в мире страдает эссенциальным тремором. Миллионы людей страдают этим заболеванием. Среди известных людей следует упомянуть Кэтрин Хэбберн – известная легендарная актриса. Дрожание не помешало получить ей четыре премии «Оскар» за свою карьеру. Или Морис Равель – известный французский композитор, который внес огромный вклад в мир классической музыки. Эти знаменитости служат вдохновляющим примером для пациентов, страдающих эссенциальным тремором. И показывают, что тремор не ограничивает пациентов в достижении определенных целей. Но для нас, как специалистов, важно вовремя и правильно поставить диагноз и помочь нашим пациентам. Продолжение следует...